всем привет велосипедная комьюнити а перед самой настройкой нужно убедиться не погнут ли у вас петух либо сам переключатель для самой настройки нам понадобится мультитул с шестигранниками и отвертка крестовая но в моем случае я нашел только вот такую но она подходит тоже мультитул нужен чтобы ослабить тросик сперва мы настраиваем задний переключатель для того чтобы начать настройку заднего переключателя нужно перевести цепь на самую первую передачу самую маленькую звездочку раскрутить и ослабить тросик а спереди цепь должна быть на самой большой звезде то есть задняя на самой маленькой звездочки а передняя на самый большой для настройки маленькой звезды существует болтик high а для настройки большой звезды l для того чтобы переключатель был правильно настроен нужно сопоставить верхнюю звездочку и самую маленькую звездочку чтобы она была на одной плоскости то есть ровно-ровно а для этого нам нужно покрутить вот этот болтик high вправо либо влево крутим в одну сторону то есть откручиваем переключатель вот этот смещается в одну сторону закручиваем он смещается в другую сторону и нужно сделать так чтобы он был ровно-ровно с первой самой маленькой звездочкой вот эта звезда верхняя вот с этой звездой и есть еще один немаловажный момент это чтобы расстояние от самой верхней звезды переключателя до самой маленькой звезды кассеты было ровно один сантиметр это расстояние можно регулировать вот этим болтиком первым делом нам нужно ослабить тросик открутив шестигранником этот болт вот свободно видите он после того как мы ослабили тросик нужно сопоставить верхнюю звезду переключателя самой маленькой звездой кассеты чтобы она была на одной плоскости ровно-ровно а чтобы этого добиться нужно как раз таки регулировать вот этот болтик хай вправо либо влево смотря в какую сторону смещена смещен вот этот переключатель верхней звезда теперь натягиваем тросик переключения и затягиваем его чтобы нам переключиться на самую высокую звезду и продолжить настройку заднего переключателя если вам не удается как в моем случае перекинуть цепь на самую высокую звездочку вам нужно ослабить болтик low честно скажу первый этап получился у меня не с первого раза раза так с десятого чтобы приступить дальнейшей настройки мне нужно было перекинуть цепь на самую большую звезду но когда я перекидывал ее на самую большую звезду хотел это сделать у меня останавливалась она на предпоследней а то и треть из конца звезде и дальше не перекидывалась приходилось обратно спускаться на первую ослаблять тросик и крутить вот этот болтик h чтобы выровнять теперь нам нужно сопоставить самую верхнюю звезду переключателя и самую большую звезду кассеты чтобы она была в одной плоскости и для этого нам поможет болтик low теперь нужно поступить в тонкой настойке заднего переключателя посредством барашка если когда вниз переключается с большой звезды нужно то нужно закрутить барашек по часовой стрелке а если переключается с маленькой на большую то нужно выкрутить барашек против часовой стрелки в данном случае задний переключатель вот он нужно ослаблять либо затягивать то есть при переключении он должен четко переключаться и дальше не задираться на более высокую звезду после проделанных операций переключатель должен свободно переключать с маленькой на самую последнюю и самый последний на самую маленькую без каких-либо задержек случайно с настройкой переднего переключателя заднюю цепь нужно перекинуть на самую последнюю самую большую звездочку а переднюю на самую маленькую вот так теперь можно настроить высоту переключателя чтобы он переключатель был параллельно этой звезде и 2 миллиметра от зубца нужно от зубца и верхней части переключателя да и не забываем ослабить сам трос шестигранником нужно настроить вот этот болт чтобы вот эта рамка ближе к раме которая была максимально близко но не задевала к цепи ближний к раме болт отвечает за ближнюю к раме звезду а вот этот болт который ближе ко мне он отвечает за настройку самой большой звезды теперь как проделали данные манипуляции затягиваем тросик чтобы мы могли бы перекинуть цепь на большую звездочку для настройки большой звезды спереди перекидываем цепь на самую маленькую звезду а спереди на самую большую теперь с помощью болта который находится ближе к нам настраиваем расстояние между цепью минимальная и самим переключателем вот здесь чтобы она не терлась и так же как и с задним переключателем переключателем если у вас здесь цепь близкую бы при крайнем положении при раскрученном болтике все равно касается приступаем к тонкой настройке это барашек тот же выжимаем до конца и затягиваем вот этот барашек который соответствует переднему переключателю здесь как видите у меня сейчас большое расстояние нужно ослабить барашек ну либо поднастроить вот здесь ближний болт после всех настроек проверяем задний переключатель как переключается передний переключатель если в нужных положениях конечно не с перекосами что здесь звезда на последний здесь звезда на большой он тереться будет все равно нужно всегда пользоваться доводчиками ну и соответствующая звезда спереди соответствующая звезда сзади то есть половина звезд 8 4 звезды верхние на маленькой звезде и четыре звезды нижней на большой звезде этим самым ваша цепь не будет задевать перед передний переключатель просто еще нужно правильно пользоваться скоростями еще не забываем то что в тиагре и с дабл системой кроме двух положений на маленькой звездочке и большой есть два положения доводчика и настраиваем это этот переключатель в крайний нижний самый нижний и крайний самый высокий то есть никаких серединных положений ну и вот наш задний переключатель и передние настроены можно ждать хорошей погоды и впуститься в путь следующей заезды всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте может быть я что-то неправильно сказал где-то ошибся до встречи в следующих видео велосипедная комьюнити ということで для доставки